Всем привет! С вами Информ ТВ. Многие знаменитости берут детей на съемочную площадку и за кулисы театров, но решиться сыграть вместе в кино может далеко не каждый. В нашем видео мы расскажем именно про таких родителей и детей. А вы пока ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Олег и Михаил Ефремовы. Когда Миша исполнилось 13, он вместе с отцом снялся в фильме Дни хирурга Мишкина. В 14-летнем возрасте ему досталась главная роль в фильме Когда я стану великаном. Старший Ефремов сыграл в этой картине представителя городского отдела образования. После роли в этом фильме Ефремову-младшему пророчили блестящую карьеру и не ошиблись. Рано Кубаева и Равшана Куркова. Мама и дочь пересеклись на съемке романтической комедийной картины про любовь. Рано досталась роль мамы-героини, а Равшана сыграла сотрудницу полиции. Евгений Леонов и Андрей Леонов. Отец и сын снялись вместе в картине «Обыкновенное чудо». Евгений сыграл короля, а Андрею досталась небольшая роль ученика-охотника. Никита Михалков, Надежда и Анна Михалковы. Никита снял документальный фильм «Анна от 6 до 18». Аня Михалкова снялась в нем, когда ей было всего 6 лет. Младшая дочь Надежда сыграла вместе с отцом в фильме «Утомленные солнцем», где Никита исполнял роль командира дивизии Котова, а восьмилетняя Надя сыграла роль дочери комдива. Также семья Михалковых практически в полном составе снялась в фильме «Сибирский тирюльник». Роль императора Александра Третьего сыграл старший Михалков. Роль Дуняши досталась старшей дочери Ане, Юнкера исполнил младший сын Артем. А Наде, которой в то время было 12 лет, предложили небольшую эпизодическую роль девочки на ярмарке. Ирина и Ксения Алферовы. Дочь Ирины когда-то была противником того, что родственники пересекаются на одной съемочной площадке. Но вскоре они вместе сыграли в фильме «Счастье – это 2». Ксении доставило большое удовольствие сниматься вместе с горячо любимой мамой. Анна Ковальчук и Злата Ильченко. В сериале «Тайны следствия» мама и дочь сыграли вместе уже 19 сезонов. Анна играет главную героиню, а Злата, как вы уже догадались, ее дочь. Дебют Златы в актерском деле состоялся в младенческом возрасте. Мама и дочь были вместе и дома, и на работе. Сейчас Злате уже 19 лет. Имея огромный опыт за плечами, дочь Ковальчук задумывается о карьере актрисы. Михаил Пореченков и Владимир Любимцев. Прежде чем пригласить сына играть вместе в сериалах, Михаил отправил Владимира служить в армию. Данный факт вызвал резонанс у публики. После службы в эстонской армии сын Пореченкова начал строить карьеру актера. Владимир уже сыграл со знаменитым отцом в трех сериалах. Ксения Рапопорт и Аглая Тарасова. Аглая долго скрывала от знакомых, что она дочь известной российской звезды. Даже в институте она не афишировала родство с Ксенией. Общественность узнала, что они мама и дочь после яркой роли девушки в фильме «Лед», где они, как вы догадались, сыграли маму и дочь. Федор и Иван Добронравовы. Федор – знаменитый актер, а популярность к нему пришла после 40 лет. А вот сыновья Федора – Иван и Виктор – покорили театральные подмостки чуть ли не с младенчества. Они в раннем возрасте начали играть в театре и сниматься в кино. Было много и совместных работ с Добронравовым старшим. Например, в сериале «Кодетство» Ивану повезло сняться вместе со знаменитым отцом. И последние герои нашего видео – Евгений и Полина Сидихины. Дочь знаменитого актера пошла по стопам отца. Полина с самого детства снималась вместе с папой и уже тогда грезила о карьере актрисы. В сериале «Последняя встреча» папа и дочь играли вместе. Девушке досталась роль главной героини Лике Барышовой, а Евгению – роль ее отца. Полина часто фигурирует на экране и добилась не меньшего успеха, чем ее звездный папа. А как вы считаете, какая пара актеров наиболее успешна и талантлива? Пишите в комментариях свои мысли. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!